И сначала нужна обратная связь по звуку, потому что у меня микрофон достаточно громко, может быть кому-то фонит, может быть нужно погромче, кому-то наоборот. Пожалуйста, у меня от 1 до 10, насколько вы меня хорошо слышите. Может быть кому-то громковато. Замечательно. Отлично. Замечательно. Мы сегодня с вами собираемся в интересный день. У нас завтра полнолуние. Энергии мая затягивают. Сейчас вторая половина мая становится напряжённая. Поэтому я всегда предлагаю решать вопросы по мере их поступления. Мы с вами вперёд забегать не будем. Мы с вами будем говорить о том, делать практику на то, чтобы улучшить нашу жизнь сейчас. И хочу получить от вас, познакомиться с вами побольше. Вот кто меня видит, слышит в первый раз, поставьте единички. Пятёрочки. Те, кто был у меня неоднократно. Так, отлично. 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 Ну вот пока то, что я вижу, 50 на 50 получается. Я, по крайней мере, уже вижу своих. Отлично. Отлично. Спасибо большое. Сразу скажу всем, то, что у меня всегда важно работать в чате, потому что я читаю все комментарии, несмотря на то, что, может быть, я не на все вопросы успела отвечать. Но я читаю все комментарии. И есть такой закон, кто не знает, сообщу, что там, где внимание, там и энергия. Со мной, я всегда работаю на очень сильном канале, всегда вещаю в потоке. И поэтому те, кто пишет комментарии, у тех больше всего перемены. Многие отмечают даже, что фактически сразу после вебинара начинают происходить определённые чудеса. Поэтому не ленитесь, не жалейте свои пальчики. Больше получим. Совершенно верно. Да. Я волшебница, как и вы. Вы просто забыли о том, что вы тоже волшебники. Да, и сегодня действительно замечательный день. В каком плане он замечательный день, завтрашняя полнолуния. Оно даст толчок опять потоку новых энергий. Но, к сожалению, сейчас вот те энергии, которые есть, они воспринимаются как очень густые. И я сегодня, вот проводила сегодня буквально перед этой конференцией вебинар у нас был. Я там говорила о том, что сейчас состояние, как Алиса в стране чудес. Чем быстрее бежишь, наоборот, стоишь на месте. Можно бежать быстрее и никуда не попадать. Вот кто сейчас вот в такой ситуации? Плюсики поставьте. Конкретно вот мне в «Зазеркале», когда Алиса в стране чудес. Вот эта сказка замечательная. Там, то есть, стараешься вроде бы как ускориться, чтобы всё успеть. А в итоге, наоборот, не успеваешь ничего. И как раз-таки вот эта сфера, то, что мы сейчас мало что успеваем, она касается технических моментов. Она касается тех дел, которые вот чисто трёхмерные. Кстати, пожалуйста, поставьте. Вот, вы меня цитируете совершенно верно. Чтобы стоять на месте, необходимо быстро бежать. Точно-точно, совершенно верно. Спасибо большое. Напомнили мне об этом. Пожалуйста, вот сейчас поставьте мне восьмерочки. Те, кто знает, что такое мир 3D, что такое урожение. Кто знает. А то я тут сейчас начинаю такими терминами разбрасываться. Может быть, не все понимают, что это такое. Кто знает восьмерочки в чат, поставьте. Так, хорошо. Первая разночка пошла. Объясню. 3D – это мир вчера, это наш трёхмерный мир. Это тот мир, который вчера, сегодня, завтра. Обязательно. Это наличие прошлого, настоящего и будущего. И это всегда, ну, как бы, три единицы измерения, в которых обязательно присутствует время. Обязательно присутствует время. Существует ещё высшее измерение. Четвёртое измерение, пятое измерение. И так далее. То, что сейчас происходит, мы с вами, вот как раз та реальность, где мы с вами действительно творцы, это реальность пятого измерения. Вопрос в том, в чём отличается третье измерение от четвёртого, чем отличается пятого. Пятое, третье, пятое, четвёртого. Вкратце, сейчас тогда быстро-быстро объясню вам. В четвёртого измерения уже начинают исполняться желания и мысли. То есть она уже становится более, там уже совершенно другая скорость. Но там ещё присутствует время. То есть четвёртое измерение, оно считается пограничным. И долго мы в нём не задержимся на самом деле. Хотя сейчас большое количество людей в четвёртом измерении. Когда, вот сейчас вы для себя отметите, когда любые, то есть ваши мысли сбываются, особенно негативные. Вот у кого такое есть, поставьте мне пятёрочку в чат. У кого негативные мысли сбываются. Чтобы вы не подумали, чего-то вы боитесь, и это тут же исполняется. Да, потому что завеса между реальностями, она истончилась. И пятое измерение, это измерение, где уже отсутствует время. Единица измерения, время отсутствует. И пять, ну вот контролируйте, да. И в пятом измерении, в пятое измерение можно попасть только с открытым сердцем. То есть туда пропуск, любовь. Любовь, безусловно, любовь в свете, туда является пропуском. И та ситуация, которая у нас сейчас происходит, у нас фактически растительное и животное царство, и сама планета Земля, она уже переместилась в пятое измерение. А большая часть людей, к сожалению, еще находится в третьем измерении. И вот так вот очень интересно. И смотрите, я вам сейчас рассказываю теорию, не для того, чтобы вас там увести в дальние дали, а чтобы вы сейчас сразу понимали, понимали, в чем для вас плюс. То есть смотрите, если животное, растительное царство, давайте будем говорить о растительном царстве, если планета Земля уже фактически в пятом измерении находится. Что значит? Чем это хорошо для нас? А то, что... Дело в том, что сейчас вода стала... Она сейчас имеет совершенно другую структуру, нежели раньше. И вода обладает большой скоростью сейчас передачи информации и накапливания информации. И вот, кстати, буквально, фактически на каждом занятии, я не всегда об этом говорю, не всегда говорю на конференциях, но вы можете зарядить для себя воду. Вот просто сейчас ради интереса поставьте емкость с водой, и в конце моего выступления вы его выпьете, даже если я вам об этом не напомню. Вы его выпьете и посмотрите, почувствуете воду на вкус. Вода на вкус у вас изменится. А это действительно так. И больше того, более продвинутые люди, они ставят графины. То есть большие емкости, чтобы у вас эта вода потом осталась. И вот туда по принципу, знаете, как вода структурируется, добавлять будете туда, и она будет менять свою структуру. Добавлять будете свежей воды туда, и все. Просто даже ради интереса поставьте, посмотрите. И эта вода будет иметь именно структуру той энергетики, той практики, которую мы с вами сегодня будем делать. То есть вода впитает информацию о той активации, которую мы с вами сегодня будем делать. И она ее сохранит. Поэтому вот, пожалуйста, налейте себе воды. Ну и вообще, дело в том, что вода помогает проходить энергиям по нашему телу. То есть сейчас некоторые растения уже, они могут быть выше вас по вибрациям. И употребляя их в пищу, ну естественно, вы понимаете, что это не геномодифицированная продукция, разумеется. Это скорее, эта продукция выращена на своем огороде. Эта продукция выращена без применения каких-то химических веществ. И тем не менее, есть такое. То, что сейчас трава лечения обретает свою, вновь возвращает себе потерянные позиции. Именно потому, что сейчас растения, некоторые растения по вибрациям выше, чем человек. Поэтому мотайте себе на ус. И действительно, работайте с водичкой. Вы просто можете нашептать на воду все, что угодно. Счастье, здоровье, богатство, успех. Две секунды подождали и выпили. И вам вода будет сообщать это состояние. Можете любое намерение на воду наговаривать. Это действительно будет работать. Почему люди-то находятся в третьем измерении? И зачем нам вообще в пятое измерение? Дело в том, что мы никуда с планеты Земля не деваемся. Мы никуда не переходим. Мы переходим только уровнем своего сознания. Сейчас пришло такое время, когда мы уже, не нужно уже Моисея, который будет водить всех по пустыне, выводить к Богу, к свету. А мы сейчас с вами рай приносим на Землю. То есть мы сейчас свою духовную составляющую заземляем в физическое тело. И вопрос в том, что физическое тело по вибрациям не соответствует нашей духовной составляющей. И оно не способно, к сожалению, вместить в себя вот эти высокие вибрации. И сейчас на планету струится огромное количество энергии, энергии, энергии творения. И по сути дела, бери и твори. Но наше тело, забитые энергетические каналы, большое количество блоков после внутренних психологических травм. Вот сейчас, пожалуйста, прошу в чате писать, у кого участились такие вещи, как стали более частыми головные боли. Например, симптомы псевдогриппа. Вот пятерочки мне тоже в чат ставьте. Симптомы псевдогриппа. Когда кажется, что есть температура, а ее нет. Когда кажется там, что есть высокое давление, оно низкое. Или кажется, что низкое, оно высокое. Или, например, вы вдруг болезни, у вас как насморк, хрипы в горле, через три дня это проходит. Или через несколько часов. Вот, пожалуйста, у кого голова, ноги, вот вы пишите мне. Да, совершенно верно. Еще пишите. То, что сейчас в связи с этими высокими, высоковибрационными энергиями, что сейчас начинает еще происходить, повышенное образование слизи. Вот в носоглотке, в горле, в бронхах, вот эта вот слизь начинает гулять. Что еще? Еще лимфа, воспаление лимфатических узлов сейчас. Вот эти вот энергии высокие, они симптоматику дают вот такую. Да, вот вы пишите, болят ноги, есть слизь. Совершенно верно. Потому что, я всегда привожу такой пример. Представьте себе, высокие вибрации, это для нашего физического тела, не совсем подготовленного для этого. Этот процесс родни тому, что в скороварке кипятят бульон при закрытой крышке напрочь. Почему я привожу пример? Хотите скороварку, хотите мультиварку. То есть, когда все очень плотно-плотно закрыто, выхода нет, и там все-таки кипит, бурлит. Вот те же самые процессы происходят в нашем физическом теле. Это происходит не потому, что нас там кто-то наказывает. Это происходит не потому, что мы тут какие-то недостойные и так далее. Наоборот. Мы с вами сами это выбрали, выбрали воплотиться в эти времена, для того, чтобы стать человеком-творцом, для того, чтобы быть счастливыми, радостными и процветающими здесь. Потому что в тонкой структуре, когда мы ангелы, как хотите себе назовите, ангелы, души, мы не чувствуем, мы находимся в постоянном блаженстве, в этой энергии любви. Это процесс совершенно иной. Ни с чем не сравнится по силе и мощи творения, находясь в физическом теле. И мы на физическом теле. Человек способен испытывать и производить энергию радости. Ангелы, к сожалению, не могут производить энергию. Ангелы только могут для нас помогать, активировать события, возможности и так далее. Поэтому это мы творцы действительно своей реальности. Мы все продумываем в своей жизни. Сейчас немножко отвлекусь на комментарии. Вот болит ноги голова, болят ноги, есть слизь, ноги мёрзнут, у меня слизь отхаркиваются мокроты. Да, вот это сейчас, если вы для себя отметили такие симптомы, я вам могу сказать, что это замечательно на самом деле. Значит, у вас идёт мощный процесс трансформации. И значит, вы как душа выбрали остаться здесь надолго. Поэтому, если такие симптомы присутствуют, например, вас укладывают, вам хочется полежать в течение дня на часочек, или вы падаете, у вас нет сил, хочется подольше поспать. Это пока говорит о том, что ваше физическое тело начинает проходить вот эти симптомы трансформации. Оно начинает освобождаться и очищаться с помощью вот этих высоковибрационных энергий от всего того, что мешает нам быть счастливыми и радостными. От того багажа, который, к сожалению, не пронести в пятое измерение. То есть мы с вами за прошлой жизнью не всегда были белыми пушистыми, накопили огромное количество мешков. И таскаем это на себе в виде таких мощных тяжёлых цепей, скандалами. Когда мы уничтожали целый народ, когда мы не так хорошо правили собственным народом, как хотелось бы и так далее. Так, 1 мая в 0 часов. Пошла такая энергия внутрь. Я думала, что сошла с ума. Очень хочется днём полежать. Замечательно. Давайте себе такую возможность. Так вот, дорогие мои, наше тело болеет именно потому, что оно более низковибрационное, чем наша духовная составляющая, чем те энергии, которые спускаются на землю. И когда меня спрашивают, когда же это закончится, поток таких сильных энергий, я говорю, никогда. Потому что эти энергии будут становиться только сильнее. Нам нужно научиться относиться к этому не как жертва, к палачу, а нам нужно научиться взаимодействовать с этими энергиями, потому что эти энергии здесь только с одной целью, чтобы служить нам. Конечно, другое дело, что мы это выбрали, находясь ещё на уровне души, а сейчас в физическом теле испытываем дискомфорт, который нам не очень-то нравится, и думаем, зачем мы это себе всё придумали, да? Ну, придумали себе это. И я больше говорю всегда о том, что вы выиграли отельный билет, как душа, чтобы воплотиться на земле. Вас послал ваш род, потому что только вы можете выполнить определённую задачу. Или будем говорить так, вы лучше всего эту задачу способны выполнить, которую взяла на себя ваша душа. Поэтому здесь нет никого, кто бы себя должен был бы считать никем и звать вас никак. Вы все уникальные, вы все грандиозные существа света, как вот эта вот бабочка на слайде. Вы все удивительные, сверкающие существа. И в этот раз, когда меня спрашивают постоянно, я консультирую, особенно в летний период, достаточно больше, чем во всё остальное время, ни зимой, ни осенью, когда у меня активный период курсов и вебинаров различного плана, я на консультации вообще людей не беру. А вот в летнее время я консультирую. И когда у меня приходят люди с целью узнать своё предназначение, обрести свои таланты и способности, таланты и способности, это прекрасно, это замечательно, найти их и обнаружить нам нужно. Но только для того, чтобы понимать собственную ценность. А предназначение наше у всех в этой жизни одно. Мы в этой жизни пришли не для того, чтобы свои таланты превращать в профессию, не для того, чтобы чего-то достигать и овладевать новыми профессиями. Мы в этой жизни уже сейчас сюда пришли собирать урожай. Потому что за многие-многие воплощения мы уже были всем. Мы уже были художником. Мы уже соревновались мужчина с женщиной, муж с женой, соревновались в интеллектуальных способностях. Мы уже выигрывали войны. Мы уже побеждали других королей, потому что сами были королями. Мы были монархами, мы были величайшими экономистами, мы были жрецами, духовными учителями. Мы перепробовали всё, мы перемирили на себя всё. Вот представьте себе, на самом деле вы актёр, который на себя примеряет разные роли. И вот эта роль сейчас и есть вы в физическом теле, а актёр – это ваша духовная составляющая, составляющая, можно так сказать, которая наблюдает за нами сверху. И вот вам сейчас важно почувствовать себя актёром. А то, кем вам пойти работать, куда вам пойти работать, какую вам профессию получить, это всего лишь очередная роль, которую вы можете брать на себя, можете не брать. А вы можете сказать, «Да я актёр. Я уже не Отелла, я уже не Дездемона, я не Кощей Бессмертный, не Баба Ига, хватит с меня, а я уже актёр. Я сам режиссёр своей жизни». И для того, чтобы это сказать, важно внутри себя это начать чувствовать. Дело в том, что сейчас все способы творения новой реальности сводятся к тому, что вы начинаете изнутри излучать то состояние, которое притягивает к вам всё, что вам нужно. Нужны вам деньги, значит, это деньги. Нужны вам отношения, значит, это отношения. А нужны вам здоровья, значит, вы становитесь здоровыми. И это то состояние, когда вы чувствуете, что вы уже есть это. То есть, например, вот представьте себе, пришёл режиссёр, да, условно, это может быть там Бог. И сказал, сыграешь такую роль актёру. Актёр подумал, представил, о, а я уже Наполеон, всё, я уже себя чувствую. Вот эти, вот весь процесс творения. Когда вы знаете, если вам нужны финансы, вы уже знаете, внутри себя чувствуете. Не эмоции, а чувства. Это большая разница. Эмоции, они идут из ума, а чувства, они идут из сердца. И, кстати, эмоции показывают нам конфликт ума и сердца. В тот момент, когда мы по пониманию отдаляемся от нашего, от нашей высшей составляющей, от нашей интуиции, вы это можете интуиция назвать, от нашего высшего Я, когда мы отходим в сторону от своего пути, мы начинаем испытывать негативные эмоции. Вот в тот момент, когда вы испытываете отчаяние, когда вы испытываете обиду, когда вы испытываете боль душевную, это показатель того, что вы отошли от своей истинной сути, от своего пути. На самом деле, несмотря на то, что высшее Я, это наша духовная составляющая, это то, что принадлежит миру духов, оно знает, как нам проживать жизнь наиболее легким, изящным, изысканным способом. И оно нас постоянно пытается направить. И как только мы начинаем куда-то петлять какие-то предназначения, и вот человек думает, ему там по астрологии рассчитали, что вот это твоя профессия. Человек идет и учится, владевает этой профессией. И потом он не находит ту работу, которая ему приносила удовольствие или должный доход, и он находится в полнейшем недоумении. Почему такое происходит? Это не говорит о том, что астрология, карта Таро и так далее, это все не соответствует действительности. На самом деле я вам могу сказать, что на любые предсказания, в том числе на карты Таро и на Руны, вы можете влиять своим внутренним состоянием. Потому что вы сейчас становитесь настолько более высоковибрационные, несмотря на все свои внутренние дискомфорты, все равно вот те энергии, которые спускаются на планету, они потихоньку, постепенно в вас делают свое дело. И поэтому вы становитесь более высоковибрационными и вы влияете на те же карты Таро, на те же Руны. То есть вы приходите к мастеру в каком-то настроении, в хорошем настроении и вам показывают карты, что у вас все прекрасно, все замечательно. Приходите в дискомфортном состоянии, да, карты показывают, что что-то у вас там не то. И вы, соответственно, начинаете себе притягивать. А вот вы пишете, да, но ведь это тоже часть нашей злости, раздражения и так далее. Совершенно верно. так вот эмоции, эмоции, они показывают, насколько мы сейчас в слиянии или отдалились от нашего высшего Я. Сейчас объясню, вот наши высшие судьи, сейчас объясню, например, чтобы было понятно. допустим, допустим, наш ум начинает крутить такую мысль, что нам хочется процветания, мы процветающие. и тотчас же мы начинаем обращать внимание на внешний мир и смотрим, что оказывается наш сосед процветающий, наш сосед купил новую машину, а у нас и старой это нет. И начинает рождаться от ощущения дискомфорта. Дискомфорт это показатель того, что мы как раз таки и отдалились от этого, от своего собственного пути. И маркером этого служит наша негативная эмоция. Дело в том, что наша высшая составляющая о нас очень высокого мнения. Потому что мы с вами обладаем на уровне энергетики совершенно разными регалиями. Мы с вами и нас жгли на кострах, нас топили. Что только с нами не делали, мы все с вами все эти процессы проходили. И мы действительно светоносные, уникальны. И высшее Я о нас все это прекрасно знает. И он знает нашу грандиозность, видит наше величие и светоносность. И в тот момент, когда мы начинаем уничижать себя, говоря, почему у меня не получается, я делаю все практики, я владел новой профессией, я сходил к астрологу, почему я не могу денег заработать столько, сколько мне необходимо. Что происходит? И в этот момент поступает эта негативная эмоция, потому что мы поругали себя. Это не соответствует действительности. Всегда эмоция, негативная эмоция выходит у нас на поверхность тогда, когда идет конфликт ума и сердца. А конфликт ума и сердца идет всегда, когда внутри у нас есть не зарубцевавшиеся травмы, наши раны, подсознательные программы, наши какие-то старые обиды, багаж из прошлых воплощений. Вот они-то нам и не дают. Вот это ощущение единения с высшей частью себя, когда наступает вот это, чем мы больше и больше вмещаем себя, высшую часть себя, тем мы больше упоения испытываем от красоты творения, от красоты этой жизни. У нас два крыла. Одно крыло отвечает за материальный мир, одно крыло отвечает за нашу материальную составляющую, так будет более точно, а другого за нашу духовную составляющую. И на одном крыле вы не полетите, если вы будете отрицать или хорошо, допустим, не отрицать, но не уделять внимания своей духовной составляющей, то на одном крыле материальной составляющей далеко человек не улетит. И к этому сейчас пришло много людей, многие обратились к своей духовной составляющей, потому что они уже все сделали, что могли, переходили огромное количество тренингов по личностному росту и развитию, ничего не помогает, ничего не изменилось в жизни. И тогда они вынуждены уже пойти то, что сейчас называют ругательным словом, таким эзотерикой. На самом деле то, чем я занимаюсь трансформацией, многие называют эзотерикой, потому что вот это в ангелах, духовные составляющие говорим свои, а эзотерика это закрытые знания. Вот скажите мне, в каком месте это закрытые знания? Об этом сейчас кричат на каждом углу. Так вот, люди, которые привыкли ставить пред собой материальные цели, зашли сейчас в тупик, они обратили внимание, вынуждены были обратить внимание на свою духовную составляющую, потому что на это просто уже нельзя закрывать глаза, ну невозможно уже, просто когда тебе вот так кругом носом тычет. И точно так же, когда духовные люди забывают о своей материальной составляющей, что необходимо всё-таки что-то делать реально, в реальной жизни, что-то хотите найти работу, значит нужно подавать резюме, нужно проходить собеседование, нужно заниматься проработкой программ негативных, которые мешают процветанию, то есть нужно что-то делать на физическом плане, тоже тоже на одном крыле не улетишь. Так вот, на самом деле всё действительно очень просто. Для того, чтобы мы творили для себя всё самое лучшее, и это бы происходило прямо сейчас, вот точно так же, как вы видите эту картинку, вы внутри начинаете учиться состоянием радости, состоянием счастья, это та энергия, которая привлекает к вам всё, всё, что вам необходимо, всё, что вам нужно, когда вы учитесь радоваться жизни. Самое простое это стать как дети. Радоваться жизнью нам мешает наша внутренне подсознательная программа, то, что мы получили раньше. Не можете сейчас, сейчас в таком состоянии находитесь, когда достаточно сложно вам испытывать состояние радости, и это будет обман, самообман, тогда начните состояние благодарности. Это самое простое, что можно сделать. именно состояние благодарности. И потихоньку, поступенчато вы начнете становиться вот таким сияющим цветом ангелом, как на картинке. Вот как избавиться от сомнений к себе и от страха к жизни. Первое, вот я вам сейчас говорю о том, что энергия благодарности, вот действительно она помогает. Это тот пылесос, который вычистит из вас вот это все. Это то, что вы можете делать прямо сейчас. Я сегодня еще расскажу о, мы будем с вами делать практику, еще расскажу, чем вы можете помогать себе. Но самое первое, самое простое, самое доступное, это дорогие мои состояния, это энергия благодарности. Не просто сказать спасибо и благодарю, а нужно именно испытывать эту энергию, испытывать чувство благодарности, потому что важна энергия благодарности, которую вы отдаете в мир. Первоначально вы ее не сможете испытывать, если вы находитесь в очень сложной жизненной ситуации, уже достаточно долго, начните благодарить за все про себя, даже других людей благодарите про себя, и не забывайте благодарить себя, это вы пришли на этот тренинг, не кто-то там, это вы приобрели какой-то курс, это вы работаете над собой, не забывайте себя благодарить, это вы сходили сегодня на работу, и пускай там не заработали ни копейки, но вы ходили, вы пошли, вы это делали, Это вы сегодня встали с кровати, а не остались там лежать лицом к стенке. Не забывайте, вот в этой практике все постоянно забывают благодарить себя. Себя вроде как не за что. Две крайности. Либо все воспринимается как должно, еще мало, а либо мы забываем благодарить себя. Вот заведите себе практику. Я всегда, у меня практически все курсанты заводят дневник благодарности, который меняет их жизнь кардинально. И записывайте туда вечером то, за что вы реально благодарны. Только условия, каждый день. И пишите то, за что вы действительно благодарны. В течение дня вы благодарите за пение птичек, за то, что вы своими ногами, за то, что вы ходите своими ногами, за то, что вы дышите этим воздухом, за то, что вы видите эти все краски этого мира. Благодарите сначала в течение дня. Потом вы вечером записываете в дневник. И я вас уверяю, это действительно очень мощная трансформационная практика. Потому что каждый день у вас будет все больше и больше поводов добавить туда еще пультик. То есть каждый день у вас список будет расти. Но это нужно делать. Я сейчас вам тут никому новых вещей не сказала. Более того, те из вас, кто уже мои постоянные, они сегодня пришли с одного вебинара за мной на другое, вы тоже все это знаете. Знать мало, нужно делать. Нужно сесть и написать в этом дневнике. Кто-то заводит, забрасывает. Но те, кто ведет постоянно, вы удивитесь, насколько будет расти ваш список. И не потому, что вы будете видеть все больше и больше, а потому, что у вас будет появляться все больше и больше радостных событий в жизни, за которые можно поблагодарить. Совершенно верно. Вот тут пишите. Вселенная этого ждет и сразу откликается. Да, еще дневник чудес и дневник намерений. Совершенно верно. Дневники чудес мы заводим, дневники намерений. И все это действительно помогает. Опять, какой закон? Смотрите. Мало того, что случилось, вот смотрите, почему это работает. Я вам также говорю благодарность. И сейчас самый первый ваш способ манифестации всего лучшего в вашей жизни – это писать. Это очень просто. Это лень. Это не хочется. Но это очень просто. Вот смотрите. Первое. Что на самом деле, сейчас вам объясню механику, да, тем людям, которые очень любят объяснение, понимание, что, зачем и почему. Событие произошло. Вы его записали вечером, то есть проявили еще раз на бумаге. Пока писали, вспоминали, то есть наполнили энергией и эмоцией еще это событие, приятное событие, то, что действительно благодарно. Например, вечером возвращались в общественном транспорте, вам место уступили, а вы уставшие упали. Даже в тот момент чувство благодарности не испытали. А вечером пришли, это записали. И потом вспомнили, как это было хорошо. Когда вы с ног валились, а вам уступили место. Вы присели, и вам стало просто... Да, было боль неприятно в ногах что-то, пока вы это даже не успели поблагодарить должным образом человека. Но вечером вы эту энергию благодарности отправляете. И вы дополнительно, мало того, что вы его еще раз материализовали на бумаге, вы его продумали, наполнили энергией, наполнили эмоциями. И получается, что вы его еще раз заикарили в физической реальности. Вот что такое ваша манифестация. Вот что такое, что вы записываете. То есть вы сразу якарите в физической реальности. И тогда на следующий день у Вселенной еще больше поводов вам дать такие события, за которые вы ей будете благодарны. Вселенной себе... Потому что энергия благодарности, она всего лишь на одну ступеньку ниже любви. И она сейчас, вот в эти непростые времена, когда мы с вами с сознанием переходим в какое-то измерение, на самом деле, конечно же, будет разделение. Будет часть людей, которая... Достаточно приличная часть людей, которая останется в третьем измерении. Для них будут продолжать действовать законы третьего измерения. Для них будут существовать драмы и трагедии. И будут люди чувствующие, которые будут с сознанием находиться в пятом измерении. Но мы сейчас с вами говорим не о всем человечестве. Мы сейчас говорим с вами о вас конкретно лично. Где вы хотите остаться? Вы хотите стать человеком нового времени, человеком-творцом, проявлять для себя самое лучшее? Или остаться в этом мире драмы и трагедии, когда вы бессильны против обстоятельств, когда вы никто из вателев нас никак? Это выбор сейчас каждого человека. И вот для того, чтобы перейти в рамок чувствующих, а не думающих, вам и важно научиться чувствовать. И чувствовать, изучать воскривационное состояние. И это не дается мгновенно, конечно же. Особенно если вы сейчас пишете, как от сомнений к себе и от страха к жизни. Вы начинаете с благодарности, начинайте это писать. И когда вы начинаете реально замечать то хорошее, за что вы вечером потом благодарите, вам Вселенная в обмен на вашу ночь и благодарность все больше и больше начинает подсовывать. И смотрите, начинает с вами играть. О, а вот это заметишь, нет? Я 10 рублей перед тобой кинули, тебя прямо по этому маршруру направили. Заметишь, нет? Вот так она с нами начинает играть. О, а вот это заметишь, там тебе мужчина улыбнулся, а ты это заметишь, нет? Это начинает с нами играть. Это такая чудесная игра жизни, когда это просто становится интересно. Вот сыграете во Вселенную, со Вселенной такую игру. Где у них благодарности. Я вас уверяю. Вы будете играть с удовольствием, вечером с удовольствием записываться. А что вам еще на следующий день ждать следующего утра? А что вам еще Вселенная подкинет сегодня? Какое вам радостное событие она подкинет, чтобы сыграть с вами в эту игру? Посмотреть. А увидите ли вы, она играет с нами в такую игру. Заметишь, не заметишь. Заметишь, не заметишь. А, заметила. А, или не заметил. Чувствуете, да? У кого сразу энергии поменяли? Что почувствовала? Смену настроения, смену энергии. Поставьте плюсики. Остальные тоже не ленитесь. Молодцы. Молодцы. Те, кто не почувствовала, сейчас старайтесь дышать глубоко. Вот эти лучистые энергии, вы сейчас их почувствовали, да? Угу. Угу. Замечательно. Вот эта энергия, та радости, искрящейся, которую хотя бы на миг каждый из вас почувствовала. Представьте себе, не эйфории, нет. Почему? Смотрите. Чувство эйфории, вообще эмоции, да? Эмоции такие галопирующие. Мы не способны испытывать все время. И тогда получается, что мы выделяем не свет, а вспышки регулярные, да? Потому что невозможно все время держать такое состояние. И более того, когда мы испытываем бурную радость, всегда нас уравновешивают противополкожными эмоциями. Это первый вопрос. Вот меня, например, спрашивают, какое состояние нужно, чтобы притягивать деньги? Кстати, вот поставьте мне десяточки, кого этот вопрос интересует. Вы сегодня еще получите ответы, каким образом можно. Вот десяточку мне поставьте, кого это интересует. Угу. Ну, первые два момента, которые, так, ну, несколько человек поставили. Остальные у нас или просто сидят в кустах, или вас не интересуют, или просто вошли в комнату и ушли. Так, сразу еще десяточки пошли. Хорошо. Спасибо. Богатые, замечательно. Я просто вообще, я очень рада и счастлива за вас. Так вот, смотрите, очень важны два момента. Состояние при получении денег и перед получением, то есть привлечения, да, и состояние, когда вы расходуете деньги. Потому что большая часть людей, особенно те люди, которые сейчас живут в сознании, в сознании бедности, в состоянии того, что у вас денег, вы находитесь на уровне выживания. Вот для таких людей особенно актуально фиксировать, с какими эмоциями вы подходите к расходованию денег, когда вы их расходуете. Большая часть людей отдают деньги с сожалением, неважно на что, даже на продукты питания. Вам не хочется с ними расставаться. Поставьте мне троечки, кто такие эмоции испытывает регулярно. Либо, например, когда вы сходили в магазин, вы что-то купили, приходите домой или уже по дороге из магазина думаете, зачем это купил. Без этого можно было бы обойтись и без этого можно было бы обойтись и так далее. Вот это было лишнее иногда, да, бывает такое. Так вот, очень важны вот эти два состояния. И состояние, которое притягивает деньги, это такой ровный свет. Это состояние вот такой искристой радости, но не галопирующее, а состояние эмоциональное. Смотрите, когда вы испытываете эйфорию, вот деньги к вам пришли, вы вау, круто. Например, да, то есть еще раз, состояние, когда вы получаете деньги, состояние, когда вы их расходуете, состояние, когда вы их привлекаете. То есть можно, в принципе, сделать акцент на два вот этих вот момента, когда вы получаете и когда вы их расходуете. Потому что именно ваше отношение к получению и к расходованию денег определяет то, сколько вы их потом притягиваете. Вот это важный момент, его важно зафиксировать. Так вот, когда вы говорите вау, ура, деньги пришли, пошла эмоция вверх, вы же не можете все время быть в таком состоянии. Правильно? Правильно. И для Вселенной это показатель тогда, что для вас это нетипичная эмоция, понимаете? А мы же как? Мы притягиваем по закону притяжения, подобное притягивает подобное. И значит деньги для нас это нетипично, понимаете? Что вы привлекаете сразу? Поэтому ровное состояние, как то, что вы этого заслуживаете, это заслуженное, вы заслуженно это получаете. Понимаете? Вот ощущение такой ровно, либо ровной благодарности, без скачущих эмоций. Потому что, еще раз говорю, то, что скачущее, это вы показываете Вселенной, что это для вас нетипичное состояние. И оно ваше нетипичное состояние, заметьте, связывает с вашим получением денег. То есть, чтобы получить деньги, вы должны находиться в каком-то нетипичном состоянии, понимаете? А вы в нем всегда не можете находиться. Просто потому, что нервная система совершенно по-другому устроена. Вот так. А когда вы расходуете деньги, во-первых, смотрите, очень важный момент. Слово трата, это один разговор. Но вы к расходам относитесь не как к тратам. Смотрите, почувствуйте, расход вы расходуете. И трата. Трата, это такое ощущение, что вы расстались с деньгами навсегда. Но заметьте, все, практически все, кроме тех, кто у меня постоянно находится на каких-то вебинарах, посещает, либо проходили мои финансовые курсы, они знают, что расход, когда вы расходуете, вы всегда, когда отдаёте деньги, что-то получаете взамен. Согласны? Да. Вот так. Всегда получаете что-то взамен. А когда вы говорите трата, такое ощущение, что деньги ушли безвозвратно. И вы испытываете разочарование, когда относитесь к расходу денег как к трате. Смотрите, вы же пошли в магазин, и вы набрали целую кучу продуктов. Вы заплатили за какую-то услугу. Вот смотрите, иногда, вы пишите, иногда хочется платить не от того, что нет денег, а они есть, но не хочешь платить, потому что считаешь, что это неправильно. На самом деле так, да. То есть смотрите, что происходит. Одно дело, когда вы идёте пешком в магазин, который находится в остановке или двух от вас, потому что там дешевле тот же продукт. И совсем другое дело, когда вы обегаете 10 магазинов в поисках лучшей цены. Согласитесь, да, это разница. Точно так же, зачем платить за услуги больше, если они такого же качества, как услуги те, которые стоят дешевле. Это уже разумное распоряжение деньгами. Это не скряжничество, это не экономия, а это разумный подход к расходованию денег. И да, вот вы спрашиваете, не покидая чувство потери. Совершенно верно, чувство потери не покидая. Нет его. Нет этих денег, они всё ушли безвозвратно. И вот смотрите, я всегда разделяю три этапа. Первое, когда мы боремся с плохим в период трансформации, когда мы боремся с плохим. Даже в сфере денег, когда мы на уровне выживания, когда мы считаем, мы боремся с плохим. Это немножко одни действия. Второй этап, когда мы уже что-то, какие-то достижения у нас есть, и нам просто нужно увеличить это хорошее. То есть в нашей жизни уже оно присутствует. В нашей жизни уже есть определенный источник дохода, который нас не повергает в панику. И количество финансов в нашей жизни, который нас в панику не повергает, например. То есть есть уже какой-то островок, на котором можно ровно и устойчиво стоять. И мы расширяем это хорошее. И есть уже период трансформационный, когда мы уже творим самое лучшее в своей жизни. Так вот, для первого этапа, если мы будем сейчас говорить о том, как важно расходовать деньги. Каждый раз, когда вы идете в магазин, делайте всегда фокус, что вы не тратите деньги, а вы их обмениваете на хлеб, на молоко. В обмен вы получили хлеб, вы получили молоко, вы получили тепло. В том случае, когда вы платите за услуги, коммунальные услуги. Вы получили свет, а если вы платите за съемное жилье, вы получили крышу над головой. Если вы платите за ипотеку, вы опять же платите за то, что у вас есть крыша над головой. Каждый раз делайте этот фокус, что вы всегда, когда расходуете деньги, вы только получаете. Это всего лишь обмен. И вы инвестор. Вот если вы этот фокус сместите и при этом испытываете ощущение радости, вы же их меняете на что-то. Вы отдали деньги, как вам кажется, навсегда. И вы получили в обмен тепло, вы получили крышу над головой. Вы купили себе сапоги, возможно, на последние деньги, потому что у вас порвались предыдущие. Но вы получили тепло, теплые и сухие ноги. Вот таким образом. То есть каждый раз, когда вы расходите деньги, вот вы идете в магазин. И, значит, что вы делаете? Вы потом перебираете сумку, пускай после магазина, либо в момент, когда вы берете, что вы получаете? Вы получаете сыр. А что для вас сыр? Сыр – это удовольствие. Да, с кофе выпить. Чашечку кофе с бутербродом с сыром. Либо чай утром с сыром, замечательным, вкусным, свежайшим сыром. Вы получили удовольствие. На что вы обменяли по факту деньги? На удовольствие. На то, что ваша семья сытая и накормлена. На что вы, во что вы как инвестора вложили? Вы вложили в свое состояние счастье. Если, например, купили себе пироженку, наконец, да, которую не позволяли себе, либо потому, что денег было недостаточно, либо потому, что вы там на деятельности какой-то сидите. И вы купили, во что вы вложили? Вы в собственном удовольствии. И испытываете это состояние радости. И вот когда вы деньги будете расходовать состоянием экстаза, не экстаза, а оргазма вот такого, то есть ресурсного состояния, они к вам будут приходить, они к вам не просто вернутся, они к вам придут еще своих братиков и сестренок, приведут с собой вместе. Понимаете? Они вам вернутся тысячекратно умноженными, потому что деньги – это поток. Любой поток энергии должна течь, она должна возвращаться к вам в жизнь. И она всегда течет по пути наименьшего сопротивления. И те, кто испытывает любое напряжение в сфере денег, любое напряжение потоком воспринимается как препятствие. И этот поток денег, он просто вас огибает и идет к тому человеку, который легко и просто взаимодействует с этим потоком, играючи. Поэтому деньги их невозможно накапливать и не нужно, потому что поток, река должна течь. Нельзя запереть реку в банку, она взорвется просто. Да, можно ее там затолкать, реку в банку уплотнить, но рано или поздно она взорвется, разорвет эту банку. Поэтому точно так же с финансами, их нельзя запирать. Они должны двигаться, они должны вам радость приносить. Этот поток должен быть, когда вы научитесь это состояние испытывать, они к вам начнут приходить еще больше. Вот на втором этапе, когда вы уже расширяете хорошее, относитесь к, например, то есть вы уже имеете какой-то доход, хотите его расширить. Относитесь к любому расходованию, как к тому, что... Так, вот вопрос. При оплате неправильно купить спокойствие. Ну, смотрите, спокойствие вы покупаете тогда, когда вы оплачиваете обязательства. Вы оплачиваете обязательства, да. Значит, вы, например, когда вы покупаете какой-то курс, тренинг, вы инвестируете в себя, прежде всего. Вы инвестируете в себя, а начнете в свою семью, потому что это будет вам благо. И когда вы с таким намерением это делаете, деньги очень быстро возвращаются, и вы получаете всегда ресурс из того продукта, который вы купили, то есть из того же самого тренинга. Какую-то услугу покупаете. Смотрите, если ваш доход зависит от количества клиентов в вашей жизни, если ваш доход зависит от процента, если ваш доход зависит от количества людей, от количества продаж, то прежде всего сами начинайте с себя. В каком плане? Сами перекратите жалеть деньги на чужие услуги. У нас поток финансов напрочь перекрывает желание халявы. То есть если вы не хотите платить людям за их услуги, ищите, где бы взять бесплатно, бесплатно совет получить, что-то еще, то тогда такой вам смысл ожидать, что к вам будут приходить люди, которые будут к вам с удовольствием деньги платить. Естественно, у вас сейчас есть объяснение. У вас нет денег, чтобы заплатить за услуги. У вас нет денег, чтобы там что-то приобретать. Но изначально поменяйте хотя бы свое состояние. В том, что вы рады бы заплатить, у вас сейчас нет такой возможности. Тогда вы и халявы не ищете, понимаете? Вы просто ждете, когда... Закон притяжения, да. Совершенно верно. Вы просто ждете, когда у вас появится возможность, чтобы оплачивать. И доверие, что все будет складываться так, как совершенно для вас необходимо. Обязательно вы будете притягивать таких людей, если вы будете сами жалеть деньги на услуги. Если, например, вы будете жалеть деньги, допустим, вам нужно повысить свою квалификацию, а вы будете жалеть деньги на собственное образование. Одно дело, когда вы можете поискать, например, услуги, которые будут вам более удобны для вашего кошелька, а другое дело, совсем на это денег жалеть. Если вы будете жалеть на это деньги, то к вам не будут приходить клиенты, которые будут с вами легко расплачаться. Вам будут приходить клиенты, которые также будут жалеть на ваши услуги деньги. Ну вот, по поводу халявы. Есть огромное количество людей, которые, не понимая закон притяжения, не понимая закон баланса, оно раздает эту халяву. Но так видите, ваш вопрос в том, что а не берите то, что вам не нужно. Если эта халява вам не нужна, не берите, чтобы потом не расплачиваться своей энергетикой за это. У нас же как, раздают бесплатно, надо брать, надо, не надо, разберусь потом. Надо брать. Не берите. Если вам не надо. Потому что бесплатного ничего не бывает. Это нам только так кажется. Мы рассчитываемся тем, что не видим, а тем, что мы не видим. Вот чем мы рассчитываемся. Рассчитываемся энергии. Рассчитываемся недополученными финансами. Рассчитываемся несбывшимися желаниями. Потому что энергия забирается. И у нас нет энергии на то, чтобы исполнить все желания. Всем этим мы рассчитываемся. Вот вы уже почувствуете другое состояние ресурсное. То есть вот смотрите, на второй ступени, когда вы уже имеете какие-то достижения, у вас есть уже доход, и вы его просто, вот такой вот, который вас более или менее устраивает, просто хочется больше. То есть вам хочется двигаться дальше. Вот на этом этапе вы действуете как, можно сказать, благодетель. Не просто как инвестор, но еще и благодетель. Здесь у вас, здесь вам на что важно делать фокус. То есть я вам сейчас говорю техники, которые даю на самых своих платных курсах. Поэтому это не просто, а сейчас послушать. Если вы будете применять, это у вас реально изменится. Значит, на второй ступени, каким образом вы отсоединитесь к расходованию денег. Вы не просто инвестор, вы еще и благодетель, можно так сказать. Как это на физике выглядит? Вы, когда идете в магазин и берете, я все время привожу пример на пакете молока. Вы, когда берете этот пакет молока, неважно, сразу вы расплачиваетесь, если это магазин, не самообслуживание, или если это магазин самообслуживание, гипермаркет или торговый центр, то вы расплачиваетесь на кассе, но тем не менее. Когда вы берете продукт, вы каждый раз, я рекомендую всегда в кошелечек положить какую-то яркую бумажку, что-то вложить такое яркое, чтобы у вас была напоминалка, или приклеить что-то на кошелечек, чтобы у вас была напоминалка. Каждый раз, когда вы раскрываете кошелек и рассчитываетесь финансово, либо это с карточки, либо это живые деньги. Нет, я вам не халяву предлагаю. Сейчас объясню, почему. А вот смотрите, я от вас энергию благодарности, наверное, не исполучила, как минимум. А уже энергия благодарности, это, кстати, универсальная, между прочим, универсальная валюта по поводу того, что вот, каким образом обмениваться. Это энергия благодарности. Вы мне пошли энергии благодарности, которые сформируют для меня все то, что мне нужно. Ко мне придут деньги, ко мне придет еще больше энергетики в обмен на то, которую я сейчас передала и так далее. Так вот, смотрите, значит, на пакете молока я привожу пример. Каждый раз, когда вы достаете купюру из кошелька, вы благодетель и инвестор. Вы поддерживаете, смотрите, да, цепочка долгая, вам ее важно прокрутить и испытать от этого ощущения самоудовлетворение от этого процесса, да, то есть не просто искрящая радость, не просто вот оргазм такой, но еще и самоудовлетворение, чувство собственного достоинства. Вы поддержали того, кто вырастил эту коробушку, а вы поддержали того, кто подоил эту коробушку, вы поддержали того, кто произвел, запаковал это молоко, вы поддержали того, кто доставил это молоко в магазин, вы поддержали владельца магазина и весь персонал. Вы благодетели, вы всем заплатили зарплату. понимаете? Вот так вот. То есть вы всех поддержали и вы с таким удовольствием отдаёте эту купюру, потому что вы сейчас столько людей облагодетельствовали. И сейчас не иронизирую совершенно, хотя я улыбаюсь, потому что я сама вот в этом состоянии нахожусь, когда я расходую эти деньги, сейчас я вам всё это рассказываю, всё это живо представляю. И, соответственно, я передаю вам это состояние. И вот так. И потом смотрите. Такой вопрос. Сразу идёт такой момент. Когда вы работаете с этой техникой, вы чувствуете себя благодетельно. И вот тут вопрос. Олигархи тоже с этой техникой в магазин ходят? Они с этой техникой в магазин не ходят, но они чувствуют себя благодетельными, понимаете? они себя ими чувствуют. У них это прописано на уровне каждой клеточки. При этом мы, конечно, сейчас не говорим о их духовной составляющей, но для того, чтобы иметь финансы, это состояние благодетеля. То есть они как должное понимают то, что они имеют. Для того, чтобы иметь деньги, этого достаточно. для того, чтобы развиваться и просветляться, там нужно что-то другое. Как правило, у этих олигархов, у них с финансами все в порядке, а в любой другой сфере обязательно будет какой-то провал, пробел, потому что если не соблюдаются другие законы Вселенной, то там обязательно будет дисбаланс какой-то. Да, они с ней живут. Они чувствуют, что все как должно, так и должно быть в их жизни. Они достойны этих денег. Понимаете? И вы сейчас эту технику будете с тем, что вы достойны этих денег. Теперь смотрите, важный момент такой. Вот по поводу того, что платить, не платить, делать, не делать, когда вы так относитесь к своим финансам, вы уже смотрите, вот например условно я, я смотрю на пакет молока, у меня дети маленькие есть, ну и вообще я люблю себя, люблю свое тело, я смотрю, ага, вот на этом пакете молока срок годности там 15 дней, а на этом пакете молока срок годности месяц. Понимаете? И я понимаю, что того производителя я не хочу поддержать, у которого срок годности месяц. Я лучше поддержу вот этого производителя, потому что я тогда посчитала, что это молоко более натуральное, и вот вы выбираете, и опять же другой момент, а зачем я буду поддерживать владельца этого магазина, если через дорогу точно такой же товар дешевле, понимаете? Я лучше поддержу хозяина того магазина, потому что он молодец, и несмотря на конкуренцию большую, он, и несмотря на большую, на какие-то такие процессы, когда все сейчас наоборот цены повышают, он наоборот держит цену, я лучше его пойду поддержу в магазин, понимаете? И это будет не экономией, а это разумное расходование денег. Согласны со мной? Почувствовали, да, какая сразу ситуация, да, почувствовали вот эту вот энергию, какая она совсем другая стала, да? Да. Так, вот свежая ситуация, сейчас предлагают в преддверии выборов дать свою подпись 500 рублей, как поступили бы вы при условии, что это не та партия, которая вам нравится, а это ваш личный, это закон свободы воли выбора, я выбираю то, что я считаю согласуется с моей истиной, если с моей истиной это не согласуется, значит, я это не выбираю, я живу в согласии со своей истиной, даже если она не согласуется с истиной другого человека, я уважаю истину другого человека, но я не обязана принимать его истину как свою, чувствуете, да, разницу, все имеют право на свою истину, и я тоже, и никто не обязан принимать вашу точку зрения, и вы не обязаны принимать ничью точку зрения, вот вам ответ, поступаете так, как считаете нужно, вот так, закон свободы, воли и выбора, а если вы все-таки делаете выбор в пользу 500 рублей, вы объясняете себе тогда, почему вы это делали, это ваш выбор, потому что вам очень резко необходимы эти 500 рублей, вот такая ситуация сложилась, и ни в коем случае себя потом за это не вините, это ваш выбор, Ирина пишет, мне вселенная в последнее время подводит свежее молоко, я стала пить как сыворотку и свежий творог, внутри спросила, к чему это, на следующий день мелом на асфальте, надпись молоко полезно для здоровья, вот пожалуйста, кстати в новых энергиях сейчас полезны те продукты, которые вы кушаете с удовольствием, даже если это чипсы, ну, это я так конечно утрирую, то есть то, что ваш организм воспринимает то, что вам хочется, даже если это мясо, даже если это по вашему мнению вредный продукт, вы получите из него настолько, сколько вам необходимо, а вредные вещества ваш организм просто не усвоит. Понимаете? То есть сейчас главное кушать с удовольствием то, что вы хотите поесть и при этом себя не ругать за это. И самое главное, самое главное в момент, вот кстати мы сейчас с вами, я обязательно сделаю на этом фокус, дорогие мои, чтобы выйти из-под влияния негативного влияния матрицы 3D-шного мира, чтобы выйти из-под негативного влияния эмоций других людей на вас, а мы все постоянно в социуме выходите на работу, вы выходите на улицу, вы входите в торговый центр, в магазин, на вас постоянно влияет эмоциональный фон других людей, которые вы, к сожалению, принимаете за свой. Вы считаете, что это негативные мысли, они ваши, но сейчас те из вас, кто, у кого повысилось настроение, поменялось настроение, вы сейчас уже сомневаетесь, что те мысли, с которыми вы пришли на вебинар, негативные, они были ваши, потому что у вас легко это настроение поменялось, потому что мысли, 90% мыслей, тем более негативных мыслей в голове, они не наши, они приняты нами, за наши. Вот что у нас с вами происходит. Они нами приняты за наши. И поэтому для того, чтобы сразу я вам скажу, массовое поедание пищи это то, что встраивает в матрицу очень серьезно, то есть питание в столовых, питание, где большое количество людей одновременно есть, где все под знаком быстро. Вот это дополнительно помогает, еще встраивает вас в матрицу. Для того, чтобы выходить из-под влияния матрицы 3D, важно очень внимательно отнести к своему питанию, к процессу питания. Во-первых, ни в коем случае не разговаривать по телефону, ни в коем случае не кушать под телевизор, то есть у вас должна быть полное неотвлечение, должно быть неотвлечение полное от процесса еды. И тогда я вас уверяю, если вы будете кушать каждый кусочек с наслаждением, вы ту же пироженку целиком не съедите, потому что вы успеете насладиться вкусом, или на бегу вы проглотили все и не почувствовали разницу, чувствуете, да, вот если вы на красивой тарелочке наслаждаетесь этой пироженкой, полностью смакуя каждую ложечку, я вас уверяю, вы не получите ни одного вредного микроэлемента в организме. И не забывайте еще такую вещь, когда мы кушаем, открывается наше подсознание. Поэтому ни в коем случае нельзя кушать под телевизор, потому что любая реклама, все какие-то негативные эмоции тут же напрямую попали в ваше подсознание. По телефону нельзя разговаривать во время еды, потому что если в вашем лице кто-то нашел свободные уши, а вы в это время пьете чай, то вам все напрямую попадет в ваше подсознание. Будьте внимательны к себе, любите себя. И поэтому вот с таким удовольствием и в своем ритме кушайте. Помните, была такая давняя реклама «И пусть весь мир подождет». Вот пусть весь мир подождет, когда вы съедите это пирожное. Потом вы перезвоните этому начальнику, который уже 15 раз звонил, пока вы ели это пирожное. Потом вы все вопросы решите. А учебные лекции, они вас отвлекают от процесса еды. Понимаете? То есть ваша задача быть здесь и сейчас и полностью наслаждаться этим процессом еды. На красивой тарелочке. Вот представьте себе, что вы дома у себя принимаете коронованную особу. как бы вы к ней отнеслись к приему пищи? Вы бы достали бы лучшую тарелочку, вы бы достали бы лучшую посуду, вы бы постелили бы скатерочку и так далее. Понимаете? Вот точно так же относитесь и к своему приему пищи. Я вас уверяю, вы намного быстрее, посмотрите, у вас темп будет другой, когда вы не смотрите телевизор, когда вы что-то не слушаете. У вас темп будет другой и вы будете выходить из-под влияния на вас негативного влияния общественного сознания. Разучились, надо привыкать. Если вы хотите, это реальная техника, она не просто вам будет давать любовь к себе, вы потихоньку будете приближаться к этому, но вы еще раз научитесь не цепляться, вами будут меньше манипулировать, потому что вы это начнете воспринимать легко и видеть то, что вами пытаются манипулировать, и вы это будете просто-напросто прекращать. И очень важно, что еще очень важно, это то, что наше физическое тело мы можем вместить сейчас свою духовную составляющую, если мы занимаемся своим телом. Обязательно подберите для себя любую физическую активность, любой вид физической активности, который вам комфортен. женщинам я, конечно, лучше всего рекомендую танцы. Если вы заняты, очень занятая женщина, если у вас много работы и семья, то вы всегда найдете несколько минут с утра или вечером подвигаться под приятную музыку. Ну и конечно же это свежий воздух и пешие прогулки. Обязательно. Выберите любой комфортный для себя вид активности, может быть, это катание на велосипедах по выходным, по парку. Да, ходьба, ходьба пешком, причем старайтесь в таком ритме не в очень медленном и в то же время не в очень быстром. То есть выбирайте такую скорость, чтобы у вас вы работали со своим дыханием. Обязательно, чтобы у вас начали расходоваться, сгорать жировые клетки и так далее. То есть выбирайте такую ритму, чтобы он был одновременно комфортный, чтобы вы себя не загоняли и в то же время, чтобы он не совсем ушел в развалочку. почему происходят рисковые операции с деньгами и в результате потеря. Во-первых, вы не забывайте, что у души разный опыт, у каждой души разный опыт и у каждой души разные задачи. Разумеется, мы сейчас с вами поговорили то, что вы можете делать на физическом уровне уже сейчас для изменения своей жизни. Но как раз чтобы быть счастливыми и радостными нам мешают наши внутренние подсознательные программы, которые, возможно, были и по роду у вас связаны с финансами. С этим тоже нужно работать. Вот это такой важный момент. Почему происходит на уровне макроструктуры это сейчас все? Дело в том, что такая встряска вот теми энергиями, что не все люди сейчас понимают, что происходит и многие впадают в какие-то негативные реакции и многие поступки совершают по незнанию. Не то, что по незнанию, а не отдавая себе отчета. Вот так будем говорить. Потому что сами подумайте, когда у вас что-то болит, вы уже не так внимательно, например, относитесь к своей работе. согласитесь, то же самое, если мы сейчас будем говорить на макроуровне, на уровне компании больших и так далее. Итак, достаточное количество движения, физическая активность и очень важно сейчас дыхание. Я в свое время задалась вопросом, каким образом техническим, каким образом получается материализация желаний? Почему сбываются быстрее негативные мысли, а не позитивные? Что вообще происходит? Я вообще задалась таким вопросом, а как конкретно мы воплощаем свои желания в жизни? Что происходит? Мысль у нас появилась, потом что, куда она девается, куда она летит, она куда-то, что вообще создается? Я задалась таким вопросом и ответ оказался очень прост. Оказывается, мы все в своей жизни воплощаем с помощью дыхания. Вот мы подумали, ой, какая же я дура. Вдохнули, выдохнули и полетела мыслеформа, что я дура. И стали притягиваться такие ситуации, когда я себя очень глупо чувствую. А я подумала, ой, как бы сейчас хорошо чашечку чая. Вдохнула, выдохнула и через пять минут мне муж кричит, Лена, я себе чай наливаю, тебе налить? Понимаете? Вот, то есть вот так вот это все происходит. А почему сбываются негативные мысли? А потому что мы их и крутим, потому что мы этот эмоциональный фон и крутим. Всегда. сбывается то, в чем мы варимся, в чем мы живем. Мы вдохнули, выдохнули, и то, что у нас было внутри, мы этому дали силу, подпитали, и это к нам приходит, это к нам возвращается. Понимаете? вот такая ситуация, все очень просто. И сейчас очень важно дыхание для нормальной работы тела, для прочищения наших энергетических центров даже. Посмотрите, сколько, какое большое количество работы с чакрами именно с помощью дыхания. Ну, масса обязательно очень важно дыхание. мы что-то подумали, и мы это отправили во Вселенную с помощью дыхания. Есть такие в свободном доступе, есть такой материал, что Вселенная появилась, когда выдохнул Бог. Это вдох и выдох Бога. И вот, а поскольку он Бога очень-очень-очень длинный, то Бог после того, как получилась наша Вселенная, после того, как Он ее сотворилась наша Вселенная, Бог после этого стал делать снова вдох. И вот сейчас говорят о том, что Он готов опять сделать выдох. То есть опять, сейчас еще что-то будет создаваться, что-то сотворяется. Вот точно так же и мы. Мы вносим в себе Божественную частицу, и мы в себе это даем. мы рождаем это в себе и выпускаем с помощью дыхания. Вот мы подумали, ой, как хорошо, наконец-то я купила себе свой любимый шоколад. и вы выдохнули это ощущение кайфа от того, что вы израсходовали эти деньги свои на шоколад и к вам они пришли еще более умноженные. Понимаете, все с помощью дыхания все мы в своей жизни материализуем. Вы вдохнули, выдохнули и все, что вы думали в этот момент, оно пошло на материализацию. Вот так. Все очень на самом деле и очень просто. Мы сегодня обязательно сделаем практику. Я вам сейчас расскажу, что еще можно делать с помощью дыхания. Смотрите, наши энергетические программы, вообще, любая наша эмоция, почему блоки накапливаются в теле, откуда они берутся. Дело в том, что когда мы испытываем какую-то эмоцию, в теле начинает образовываться определенный гормональный фон. И этот гормональный фон, поскольку мы электромагнитные существа, этот гормональный фон, он излучает во Вселенную наше внутреннее состояние. Плюс мы еще дыханием помогаем здесь. Так вот, если эмоции негативные, то мы выделяем внутренний яд, который не выводится из организма, а он накапливается в нем. Потому что для того, чтобы вывелся этот яд из организма, нужны определенные процессы, чтобы произошли. А если они вовремя не произошли, то и тогда этот яд накопился, а потом это заболевание, потом это вот в такие блоки образуется. Например, что за яд? Это очень просто. Вот смотрите, когда мы испытываем реакцию гнева, эмоцию гнева, а в нашу кровь впрыскивается огромное количество адреналина. Для чего? Для того, чтобы мы пошли и с помощью кулаков наказали обидчика, да, либо доказали, насадили свою правду, либо забрались на самое высокое дерево, это не только когда гнев, но это еще когда и страх, выделяется порция адреналина. И поскольку мы с вами цивилизованные люди, мы не идем с кулаками, не насаждаем свою истину, а мы смалчиваем, мы терпим. И получается, что эта огромная порция адреналина, которая выплеснулась, она не была израсходована. Что получается? Она начинает отравлять наш организм после этого. мы же его не вывели. Вот откуда берутся все эти блоки. Все эти шлаки, все эти загрязнения крови, потом все эти отложения солей. Вот это все оттуда и берется. Образуются в последствии любой эмоции негативно образуются патогенные микроорганизмы, которые соответственно потом рождают различные заболевания. то, что мы с вами переносим из прошлой жизни, очень просто. Она хранится в нашей ДНК. Все заболевания, которые по роду передаются, они хранятся в нашем ДНК. Все родовые программы финансов, по финансам, все родовые программы по отношениям, все венцы безбрачия и так далее, все передается посредством нашей ДНК. мы всю эту информацию храним в своем ДНК. И можно освобождать все эти процессы в свое тело не только с помощью различных психотехник, различных трансформационных техник, но можно еще и помогать себе дыханием. Я говорю, что дыхание это техника для тех, кто не любит постоянно в практиках, в медитациях, в активациях пребывать, прорабатывать что-то. Так вот, ДНК смотрите, вот знаете, что такое ДНК у неподготовленных людей, это точно так же, как им большая часть сейчас вас. Это как замерзшая спираль электрочайника. Если активировать и переписывать ДНК, то представьте себе, если эту спираль резко нагреть, то она может и лопнуть и сломаться. Вот то же самое и здесь. Это все делается постепенно. На самом деле работа с ДНК так или иначе работаем с ДНК мы во всех моих техниках и курсах просто не всегда я делаю на этом акцент, не всегда это явно, но это всегда идет активация работы с ДНК. А вот поэтому то, что я вам сейчас предложу, покажу, это будет помогать трансформироваться ваше ДНК. Как раз именно с помощью дыхания. С помощью дыхания можно творить невероятные вещи. С помощью дыхания можно реально увеличивать финансы. Я вам серьезно говорю реально о том, что все свои деньги, которые я имею на данный момент и получаю, я привлекаю только с помощью дыхания. С помощью дыхания можно привлекать в жизнь возможности, которых в вашей жизни по-другому бы не получилось. То есть вы с помощью дыхания можете свой собственный бизнес создать. А вы даже если не знаете, чем вы хотите заниматься, вы с помощью дыхания можете активировать возможности, которых совершенно не знаете. Вы с помощью дыхания способны реальные материальные предметы увеличивать в своей жизни. Вы с помощью дыхания способны изменять, как пластилин лепить свое тело и фигуру. Можно так сказать, вдыхаем и выдыхаем частицу божественной энергии, а выдыхаем уж кто на что гораст. Ну конечно можно так сказать. Мы сейчас с вами обязательно одну технику сделаем, я сейчас вам все расскажу по поводу дыхания, мы сейчас с вами эту технику сделаем. Так вот, дорогие мои, дело в том, что действительно реально можно с помощью дыхания делать невероятные вещи. С помощью дыхания можно активировать эндокринную систему. Кстати, сейчас мы вот в этих новых энергиях не случайно напишите, кто это заметил, может быть у кого-то из вас есть. Сейчас у нас обострились заболевания эндокринной системы. В основном это щиторидка и поджелудочная железа. Кто это заметил? посмотрите, через одного фактически, ну, условно так, через одного из пяти явно есть нарушение в функциях какой-нибудь из железоэндокринной системы. Кто это заметил, поставьте плюсики, может быть, это у вас есть. Так, спасибо, пошли первые плюсики. Да, дело в том, что медики совершенно неверно поставили, ну, вернее, всегда все было уместно, наша эндокринная система не была, не была физически развита до такой степени, до которой она развилась сейчас, и именно сейчас она способна выполнять ту роль, на которую ее готовили, будем так говорить. Вот смотрите, медики сейчас неправильно делают ставку на иммунную систему, у нас все препараты противовирусные связаны с тем, что обязательно профилактика и работа с иммунной системой, когда активирована эндокринная система, иммунная система уходит на второй план, и вы становитесь для вирусных заболеваний в принципе неуязвимым человеком. Что дает эндокринная система? Вот смотрите, как бы так, между прочим, я вам скажу, что высшее сердце, это не сердечное чакра, высшее сердце, которое активируется следом, потом, через которое мы общаемся, это тимус, то бишь вилочковая железа, и то, во что мы получаем световые пакеты мудрости, информация у нас загружается, и то, чем мы видим, это шишковидная железа или эпифиз. Вот вам, посмотрите, за связь с высшими сферами отвечают две, очень плотно отвечают две железы эндокринной системы. Пожалуйста, два органа эндокринной системы отвечают. Так вот, что дает активированная эндокринная система? Процесс омоложения. Невероятно. У нас те укусанты, которые работают с дыханием, они видят на себе, как меняется их внешность. Они спонтанно начинают выглядеть моложе. Почему? Смотрите, дорогие мои, меняется рост. Кстати, когда увеличивается вилочковая железа, человек может, вилочковая железа выделяет определенный гормон, который отвечает за омоложение. Более того, яичники у женщин и яички у мужчин выделяют гормон эластан, который влияет на эластичность кожи и который отвечает за эластичность мышц. физического тела. Поэтому эндокринная система нам очень нужна. Именно эндокринная система нам обеспечит долгую жизнь и комфортную жизнь в физическом теле, когда в 60 лет человек не чувствует себя 200-летним стариком, а в 60 лет он чувствует себя так, он чувствовал себя в 30 или в 40 лет. И вот все это может эндокринная система. Посмотрите сейчас сколько было эндокринологов лет 20 назад и сколько их сейчас появляется. Не случайно, потому что с эндокринной системой по мнению медицины эндокринная система сейчас начала привлекать внимание медицины, потому что вот те энергии, которые спускаются на планету, они действуют на эндокринную систему, но поскольку физическое тело человека не готово, могут возникнуть вот такого рода всякие заболевания. Так вот, как быть с эластаном? Когда вы работаете со своей эндокринной системой, эластан начинает вырабатываться. За счет этого реально я вам говорю, вы молодеете. Поэтому работа с эндокринной системой сейчас очень важна. И все это тоже можно сделать с помощью дыхания. Ну и конечно же дыхание очищает кровь. Правильное дыхание очищает кровь. А что такое очищенная кровь? Вот мы сейчас с вами разобрали, что блоки патогенные микроорганизмы впрыскиваются кровью. Когда кровь насыщается кислородом, происходит реакция горения. Горит все. Сгорают все шлаки, сгорают все патогенные микроорганизмы, очищается организм. Люди бросают все виды зависимости, люди бросают курить. Ни для кого не секрет, что человек, страдающий алкогольной зависимостью, он не может бросить свою зависимость только по одной причине, потому что в крови есть уже достаточное количество накопленных патогенных микроорганизмов, которые его вынуждают выпивать, потому что тяга сохраняется. И почему таких людей лечат именно очищением крови? Правильно? Первое, что делают, ставят капельницу, чистят кровь. Так? Совершенно верно. Так вот, вы можете свою кровь чистить дыханием, если вы этим занимаетесь. Я уже сейчас попрошу нашу прекрасную ведущую и организатору скинуть ссылочку в тяг. Я вам буду дальше рассказывать. У нас еще практика. Никуда не уходим. Практика на закусочку. Чтобы вы почувствовали на себе, попробовали эту технику. Да, вот. Дыхание. Называется Квантовое дыхание один. Программа, в которой мы разработали пять видов дыхания. Пять видов дыхания, которые вам дают все. Чистую кровь, когда вы дышите. У нас реально есть случаи, когда люди бросили курить с большим стажем курения, но при этом, что они хотели курить, бросить, естественно. Далее у нас реальные случаи, еще раз говорю, когда вот те деньги, которые вы затратите на этот курс, вы их вернете в ближайший месяц, если будете работать. Просто реально деньги вернете. Я уже не говорю о сэкономленных лекарствах. Далее эндокринная система выделяет разного рода гормоны и отравляет наш организм. И активируя и работая дыхательными техниками с эндокринной системой, вы ее чистите, очищаете, дает спонтанное омоложение и исцеление, а работа уже с эндокринной системой, она вы уже не просто спонтанно омолаживаетесь, а вы накапливаете, у вас накапливается эффект, когда вы выглядите все моложе и моложе и моложе при условии, что если вы работаете, ну конечно же реальное увеличение финансов, то о чем я вам говорила, привлечение новых возможностей в свою жизнь, когда у вас появляется возможность открыть свой бизнес, если вы работаете, любую ситуацию можно решать с помощью дыхания, любую ситуацию, нет ситуации, которую нельзя было бы решить с помощью дыхания, причем ситуация решается не благодаря манипуляциям, а по наивысшему благу для вас и для всех, вот как, только из этой позиции происходит все наилучшим образом, любая ситуация, то есть условная, вам завтра нужно решать какую-то ситуацию, она не решается, вы садитесь и дышите правильным образом, как я рассказываю вот в этом курсе, и все, ваша ситуация решается, хотите умножать материальные блага в своей жизни, пожалуйста, можно этим, хотите новые проекты воплощать, ради Бога, с эмоциями, вот которые, о которых мы сейчас разговаривали, то есть вы можете работать с помощью дыхания, это тоже все в этом курсе рассмотрено, и там есть бонусный урок, когда я конкретно показываю, как работать с ногтями, с волосяной структурой, конкретно работать с помощью дыхания, ну и с работой с сердцем, то есть это не только сейчас то, что вам заменит многие курсы по проработке, это еще и здоровье, то есть первый вид дыхания, который там рассматривается, здоровительное дыхание, оно настолько чистит кровь, что смотрите, те из вас, кто хотя бы раз в жизни увлекался видами, не знает, что такое ее вида, там всегда рекомендуется чистки раз в год, раз в два года, раз в три года, потому что считается, что зашлакованный организм не способен, мы не способны, когда мы зашлакованы, мы не способны выдавать позитивные мысли, потому что шлаки, они отравляют нашу кровь, почему вы такие бываете гневные и так далее, почему мысли негативные возникают, это потому что в крови очень много негативных патогенных микроэлементов, а когда вы с помощью дыхания очищаете вы свою кровь, то сами я думаю прекрасно слышали по поводу вирусов, что любой вирус садится на благоприятную структуру, на почву готовую для того, чтобы развилась болезнь, а если вы очистили эту почву, то нет той структуры, на которой мог бы приземлиться вирус или либо негативная мысль, понимаете, вы тоже с помощью очищения своих крови, когда вы дышите правильно, вы помогаете себе полностью, вы становитесь независимы от мнения окружающих, вас не так-то просто вывести из равновесия, но я уже не говорю о том, что вы можете помочь всей семье, реально с помощью техник дыхания, которые собраны в этом курсе, есть реальные случаи исцеления от рака, ну, очень много, всего вы можете проработать с помощью дыхания, это как раз для тех людей, кто готов работать, единственное условие, нужно дышать, если вы дышать не будете, ничего не будет, купить курс, положить на полочку, это вам ничего не даст, и первый вид дыхания оздоровительный, с ними его можно уже пятилетнего ребенка научить, вы можете научить своих детей, ваши дети перестанут болеть, более того, когда они начинают правильно дышать, у них потом с возрастом вредные привычки не приживаются, они потом у вас и курить не начнут, и все другое, потому что кровь будет очищена, не будет уже таких мыслей об этом, зачем, потому что возникнет любовь к собственному телу и внимание к собственному телу, более того, это не то, что ваша аптечка, а это действительно то, что предотвратит множество вирусных заболеваний и других заболеваний вашей семьи, если вы будете дышать сами и приучите своих близких дышать, это то, что можно передать в наследство, то есть вы как бабушка можете научить своих внуков и внучек, например, вы как мама можете научить дышать своих детей, и я вам говорю, что если дышать, то у меня большое количество клиентов, которые забыли, что такое вирусное заболевание, но при условии, что они дышат, те, кто дышат, да, действительно, этот момент такой есть, обязательно, и так, еще раз говорю, там пять видов дыхания, это работа с финансами, это первый вид дыхания, это оздоровительные, работа с эндокринной системой, работа с финансами, работа на привлечение всего самого лучшего в свою жизнь, это новые возможности, это бизнес, если вы хотите, новые доходы, работа с ситуациями, работа, обязательно работа с эмоциями, и на закуску, там вам бонусная техника, это уже для женщин, конкретно работа с накатками вашими, с волосяной структурой, работа с сердцем, если вам это важно, и сейчас мы с вами сделаем практику, кто готов, плюсики поставьте, готовы или нет, я вам сейчас покажу, совершенно недолго, мы с вами подышим, отлично, плюсики пошли, замечательно, я вам сейчас в чат скину музыку, не буду ее здесь ставить, потому что она будет заглушать мой голос, вы себе на отдельной вкладке ее включаете и регулируете, у кого не получится, те просто без музыки, не, на этом особо не заостряйте своего внимания, включайте музыку для себя, на отдельной вкладке регулируйте там громкость, и мы с вами сейчас подышим, садитесь поудобнее, кто воду приготовил хорошо, как раз сейчас ваша водичка зарядится, сейчас мы с вами подышим энергиями высшей части каждого из вас, плюс обязательно тот поток, в котором сейчас я нахожусь, я никоим образом не буду вмешиваться в вашу энергетику вообще, так что, не переживайте за это, сядьте, пожалуйста, поудобнее, руки-ноги не перекрещены, позвоночник прямой, главное условие, сделайте пару глубоких вдохов и выдохов, сонастройтесь, выкиньте все посторонние мысли из головы, а сейчас почувствуйте, видите или знайте, как вас берут за руку ваши ангельские группы поддержки и направления, ваше высшее я, вознесенные владыки, мастера и наставники, с которыми вы работаете в этом воплощении. Вы полностью расслабляетесь и с готовностью принимаете высшую часть себя, энергии счастья, радости, процветания и давайте вместе со мной делаем размеренный глубокий вдох к животу, старайтесь не напрягаться, напрягать голову, вдох к животу и медленный выдох, и еще вдох к животу и медленный выдох, и еще один вдох к животу, и медленный выдох. И еще один вдох к животу и медленный выдох. И вы вдыхаете струящуюся золотую энергию, энергию в жизни энергию вашей высшей сути, высшую энергию. вдох 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 выдох выдох вдох выдох выдох вдох выдох Выдох. Вы дышите. И с каждым вдохом вы знаете, что вы все больше и больше в себя вмещаете, в высшую часть себя. И еще один вдох. Выдох. И еще один вдох. И выдох. И еще один вдох. Выдох. И сейчас направьте энергию. Вдыхайте, направьте энергию. По своему телу выдохните через ноги. Пускай все ваши ножки наполнятся, почувствуют эту живительную энергию. И еще один вдох. И выдох. И еще один вдох. И выдох. Это очень простая техника. Продолжайте дышать. У вас уже сегодня в течение всего вечера идет мощнейшая активация. Через ту информацию, которую до вас сейчас я доносила, через меня передавалась. Вы уже почувствовали, как у вас изменилось настроение, поменялись энергии. Это вот все работа ваших английских групп поддержки направления рядом с вами. Пока вы слушаете меня, продолжайте дышать. Вы дышите солнышком. Вы вдыхаете солнышко. Поглотили такое солнышко. И сейчас те, кто готов уже, выпейте воды, кто приготовил. Хотя бы несколько глотков сделайте. И вернитесь, пожалуйста, в чат. Продолжайте дышать. Даже если у вас фокус внимания уже с ощущений с ваших уйдет, вы все равно в любом случае вдыхаете эту энергию. У вас проходит эта активация. Поэтому не обращайте внимания. Просто дышите и работайте. Напишите мне в чате, что вы почувствовали во время практики. Напишите мне в чате, кто выпил воды, что вы почувствовали во время воды. Когда взяли в рот водичку, может быть она у вас на вкус поменялась. Напишите, пожалуйста, в чате ваши ощущения. Да, мы с вами это делали недолго. Но у вас весь вебинар сегодня была сплошная активация. Чтобы чрезмерно вы себе без комфорта в теле. Иначе завтра утром тяжело будет вставать. Расслабление полное. По ощущениям. Расслабление это хорошо. Наполнение такое у вас. Зевата началась. Но зевата да. Потому что вы совершенно на другой ритм стали переходить. Мозг у вас на другой ритм стал переходить совершенно. Конечно. Расслабление спокойствия. Совершенно верно. Спокойствие в теле, бодрость. Да. Вы еще сейчас у вас все это будете продолжать дышать. И у вас дальше будет это все активироваться. Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, у вас есть вопросы еще по тому, что мы с вами сегодня обсуждали? И вопросы по дыханию. Сразу говорю, это курс записи. Он приходит к вам на почту сразу после оплаты. И вы с ним работаете. И у вас будет со мной обратная связь. Если будут вопросы, вы их можете задать. Кроме того, периодически мы организовываем вебинары с ответами на вопросы. Где вы можете прийти и задать вопросы. Невероятно наполнено спокойствием и блаженством. А как долго так дышать? А вы не напрягайтесь и продолжайте дышать сейчас. Все время, пока мы с вами сейчас разговаривали, продолжаем разговаривать. Дышите. Пока вы спать не ляжете. Это комфортно дышите. Сколько вам хочется. Вот так вот. Сейчас сколько хочется. Если по курсу по дыханию, там все рассказано. Я рассказывала, сколько времени дышать таким способом. Сколько времени таким. Сколько времени таким способом дышать. Расширение. Шишковидное стало побаливать. Вот просто не напрягайтесь. Это расширение. Дыхание свободное, спокойствие. Благодарю. Сразу вам скажу. Очень внимательно заполняйте все способы оплаты. Действительно, кому важны. Здесь есть, вы найдете все. Важно только дышать и не лениться. И работа с эндокринной системой. То есть вы будете становиться моложе, ярче, женственнее, если речь идет о женщинах. И работа с финансами. Вы действительно начнете увеличивать финансы в своей жизни с помощью дыхания. И я вас уверяю, за месяц вы ту сумму, которую вы в себя вложите, а теперь вы у нас инвесторы, вы ее вернете. Поэтому думайте, как инвесторы. Важно все техники, которые вы получаете, особенно за которые вы платите, их важно применять. Вопросы с многими заболеваниями с помощью дыхания решаются. Абсолютно. Более того, можно помогать своим близким с помощью дыхания, помогать им решать их вопросы. Я тоже рассказываю. Я тоже рассказываю об этом. Как это все сделать. То есть вы можете помогать своим близким коллективно. Допустим, работаете, близкие ваши работают с каким-то заболеванием. И вы помогаете. Я там тоже рассказываю, как это сделать. Представляете, вот вы пишете, спасибо большое, огромное. Вам спасибо прежде всего. Потому что именно благодаря вам приходят. Эти же энергии для вас приходят. Они приходят для вас. Поэтому если бы вы не были такие уникальные, замечательные, этого бы всего не было. И курсы создаются только для вас. Потому что вам это необходимо. Обязательно внимательно заполняйте, пожалуйста, все поля, чтобы вы не потерялись. Чтобы мы у вас потом нашли. И я говорю, что это неоценимый вклад здоровья в свое развитие. И более того, я вам по секрету скажу, для тех, кого важно духовное развитие, если вы будете заниматься своей эндокринной системой, в том числе с помощью дыхания, вы будете просветляться. Это я вам реально говорю. Но вопросов я больше не вижу. В любом случае, я в чате остаюсь. Я уже немножко захватила не с моего времени. Несмотря на то, что у меня сегодня после меня больше уже никого нет. Но тем не менее. Я вас благодарю. И до встречи. И успехов. Я передаю микрофончик нашему прекрасному организатору. В чате я остаюсь, отвечая на вопросы. Я вас уверяю, если вы думаете о том, о цене, если вы думаете о том, какой вы вклад сделаете в себя, это неоценимый вклад в себя. Я вам говорю, что денежки вы в первый месяц работы вернете. Реальным финансам. Не говоря уже о вашем здоровье, молодости. А сколько стоит крема омолаживающие? Сколько стоит лифтинг лица? А здесь вы все это получаете в одном курсе. Итак, я вас еще раз благодарю. До встречи и успехов.